МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Объемы жилищного строительства в крае почти сравнялись с прошлогодними. Пермстат оценил проседание всего в 3%. Краснокамский ремонтно-механический завод освоил производство деталей для атомной промышленности. Первая партия отправлена заказчику. Количество зарегистрированных аудиторских фирм в Пермском крае может уменьшиться на 20%. Это может быть вызвано внедрением в Россию международных стандартов аудита. Новости Прикамья. В прямом эфире. Здравствуйте. Прикамья. За 10 месяцев года сдано чуть больше 700 тысяч квадратов жилья. Это данные Пермстата. Показатели почти добрались до прошлогодних. Они оказались ниже всего на 3%. Выход на такие показатели прогнозировали игроки рынка. Ранее по итогам трех кварталов года отставание составляло более 15%. По итогам двух кварталов – 40%. По данным агентства Реарейтинг, Пермский край оказался на 58-м месте среди российских регионов по индексу объема выполненных работ в строительстве за три квартала года. Мем-работа составила 62,5 миллиарда рублей. Пермстат также сообщил, что значительнее всего по итогам октября сократился объем введенной индивидуальной застройки. Сокращение составило 45,5%. Краснокамский ремонтно-механический завод освоил производство нестандартных труб для атомной промышленности. Первая партия уже отправлена заказчику. Продукция будет использована на АЭС в Беларуси. Об этом телеканалу рассказал директор предприятия. По заказу были изготовлены обечайки из нержавеющего листа разного диаметра. Первая партия составила две сотни штук. На РМЗ для производства нестандартных труб использовали лазерный раскрой, современные вальцовочные станки и роботизированную сварку. Наличие этого высокоточного оборудования стало решающим фактором для заказчика. Промышленные роботы позволяют исключить брак и получить сварной шов необходимого качества. Сейчас на РМЗ прорабатывают еще несколько подобных заказов. В данном случае завод конкурирует не столько с российскими производителями, сколько с зарубежными из Китая и Южной Кореи. По словам руководителей компании, если спрос на эту продукцию возрастет, завод оснастят дополнительным оборудованием. Количество зарегистрированных аудиторских фирм в Пермском крае может уменьшиться на 20%. Такой прогноз дают специалисты отрасли в связи с планированным внедрением в Россию международных стандартов аудита. Сегодня в Прикаме работает 66 аудиторских фирм и 301 профессиональный аудитор. Они зарегистрированы в реестре Минфина. Сейчас завершается разработка необходимых законных актов. После их принятия начнется процесс признания международных стандартов на территории России. Уже с 1 января контроль за деятельностью аудиторских фирм вместо пяти саморегулируемых организаций будет вести одна. По мнению экспертов, темпы принятия нововведений слишком спешны. Все должно быть поэтапно, взвешено, взмерено. Не должно быть так, что вот завтра мы поснулись и мы должны завтра полностью брать за основу правила не наши, так скажем, да, а то, что нам навязывают и так далее. Все, что навязывается, это не есть хорошо. Я имею в виду вот так вот, на момент так. Ко всему нужно готовиться. В то же время эксперты отмечают изменения необходимые. За год аудиторы выдали слишком много положительных, немодифицированных заключений. Из всего количества проверенных организаций 77% получили положительную оценку. Поэтому Минфин также выступает за ужесточение ответственности аудиторов за предоставление недостоверной отчетности. Ведомство предлагает наказывать прав участников не только штрафами, но и вводить уголовную ответственность. Цены на нефть растут после заявлений Владимира Путина на саммите АТС в Перу, сделанных им в выходные. Президент страны отметил высокую вероятность достижения договоренности по заморозке уровней добычи. При росте нефти пара доллар-рубль будет двигаться ближе к отметке 63 рубля за единицу американской валюты, предполагают аналитики. Сегодня среднеизвешенный курс доллара на единой торговой сессии расчетный месяц завтра понизился на 74 копейки и составил 64,35. Лучшее предложение по покупке доллара к этому часу в Перми предлагает актив Капиталбанк 64,16 по продаже Быстробанк 64,49. Самое выгодное предложение по покупке евро в Межтопэнергобанке в Национальном банке ТРАС 6804 по продаже в Межтопэнергобанке 68,50. Это были новости при камере. Рустам Багизов. Оставайтесь с РБК. Следующий выпуск уже через час. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня в 16.35 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова